поставили им новый счетчик сейчас всем ставят новые счетчики антимагнитные чтобы никто не мог сэкономить унадик бегает ну все залило все в воде такие мамы цветочки ну идемте здесь вот с правой стороны это не дом ничего это просто летняя кухня просто летняя кухня здесь мама кушать готовит летом цыпленок идем столько денег надо в ремонт столько денег чтобы все привести в порядок привет ребята привет вот они купили балясины на второй этаж а еще до сих пор не сделали потому что к этим балясином еще эти какие-то штукенции надо который тоже стоят короче не скоро все это произойдет никита привет о работники 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 что не поубирали не раздуплились рисовали да вас мошкара не съедает мошкара вас не съедает и никита марш ванилином никита никита яша бабушка ванилином мажет чего вас так орет все так что ты сюда ложишь матрас потому что на нем спать невозможно почему-то так вы все сейчас здесь спите внизу конфеты есть кексики а это кому нарисовал рисунок а что за друг никита что за друг артем мама а это серебро или нет что-то упала а что-то у тебя за очки понятно понятно канал домашний а что-то у тебя за карточка новая там миллионы есть никита хорошо рисует молодец у него все сейчас уже стало соответствует он мог сообразить куда руки куда ноги саша не делай это идем на второй этаж покажешь идем на второй этаж покажешь ну пока идем что там идем что там наделала ничего еще не наделала вообще а сегодня получилась такая фигня у меня я не знаю как ее исправить но тебе нравится цвет полов да у меня будут те шторы там рыжие вот эти вот это окончательно уже на я думаю да ну ты видишь а чего чего ну я покрасила вот здесь мой что теперь смотри что получается под кроватью а что ты имеешь ввиду да ну и что я не помню а что означает я не помню это пыль осталась мам ну это пыль осталась конечно да а то я переживаю что разница в краске так ты мне кофе сделала я кофе сделала и вареники с вишнями сварила нет с вишнями я не ем я сладкое не ем я ем с творогом соленым с картошкой с капустой с гамнёшкой ну все идемте идемте туда воняет давай руку давай руку а у тебя без пароля карточка без пароля карточка это очень плохо а в смысле аккуратно эти я я тебе еще и принесу обратно пойдем на улицу идем погуляй дома я сейчас папу проведу я не скучно с ног саша вот дебилнутый вопрос понимаешь ты чего ему должно быть у бабушки а интернет у меня нет интернета интернет дома чё я спрашиваю у него ему не скучно или скучно с нервами все в порядке у меня с нервами все в порядке такие красивые вазоны у тебя она фигню какую-то дала вы под навесом убрали до немножко то тут капец просто тут просто капец выход тут тоже здесь участки рядом вот рядышком там дальше хотели построить базу отдыха и и начали строить но что-то заморозили этот проект это а тут уже по выкупали вот участки рядышком и отделили это все дело забором не знаю что будет но что-то будет потому что уже земля выкуплена тут тополей было столько и когда начали эти участки выкупать посрезали тополя он блин мошкара ужас просто мошкара а здесь летом мы купались летний душ сейчас барахло какое-то стоит я люблю классические бутерброды я люблю колбаса сыр масло а кабачковая икра на бутерброде это как извините за выражение я такое не ем кофе кофе тоже чего это а да в городе вчера вообще грома вообще тихий ужас что было небо как раскалывалось все красное было но видишь а везде по всем регионам сейчас получается что какие-то шквалы дожди спасибо я говорю боженьки что еще хоть града не дал у людей он все побило вот такие куски града летели так где-то я слышал тоже на к как-то забыл короче там тоже град был побила машины побегать надо одевать кроссовки и убежать так никто не говорит что бежать прям просто потихонечку-потихонечку знаешь сколько людей в городе ходят с этими палочками скандинавские они называются шведские скандинавская ходьба называется и в парке вот где мы живем в парке так там очень много бабок ходят с теми палочками очень много видишь какая у меня красивая какая турецкая с турецким рисунком с турецким рисунком не хочу радоваться не хочу радоваться не хочу радоваться но сегодня не хочется мне радоваться у меня никаких радостных событий сегодня не так причем вот это я не о том говорю я вижу внутреннее состояние человека то есть позитив какой-то внутренний это же не может быть каждый день продолжаться нет нет сегодня у меня обычное настроение чем не радоваться чем не радоваться так это вы теперь на всем будете экономить связи с последними событиями хорошо что может быть за план там же ж некуда его притулить тот план притулить некуда но есть момента что можно хорошо ну да ясно ясно я вообще ничего не сказал это ничего не сказала ну фамилии в мире много понятно так что ты вареников наделала да с вишнями а вишня ох милана вчера на лупилась вишен люда и порезала вот так прям и вишни и черешни вот так соединила вместе так она вчера лупила их только так там уже скоро крыжовник уже вот такой горошек навязанный немножко немножко пойдет сейчас пить мог начнется и пойдет горошек цветет вовсю я знаю что люди в горошек любят дети будут пушать крыжовник уже вот-вот поспевает я в киеве когда жила я ни разу крыжовник не покупала там как-то его и не было та чего не было просто что на рынке на рынках бабки торговали как это не было у нас помнишь у бабы шуры за домом был крыжовник дедушка петя была нарвет не крыжовника в бетончике а бабушка уже звонит вале потом они с какого года вот ты в детстве туда к ним приезжала в этот дом или нет но надо на красногорку приезжала в детстве но в этот дом да а потом они достроили второй дом с дедушкой да сначала вот этот дом был до который дедушка построил в 47 году дедушка петя когда валя родилась работал на цементном комбинате и была возможность построить была возможность и мама рассказывала боже они же мы находили деньги пачками коррупционер 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 могли же посадить ну наделал не садили ну а что дед работал главным бухгалтером цементно-шиферного комбината что было к ним потому что работал старшим кассиром а у них был тандем дуэт цемент на шиферном комбинате ты такое не рассказывай в эфире а то дела дела поднимут уже некому поднимать уже целое поколение ушло уже этого дома нету уже этого дома нет хотя очень плохо я вообще сторонник того реально ну вот я думаю да конечно всякие моменты в жизни бывают что денег не хватает понятное дело ну продавать имущество кто которая у тебя ну как там да жили твои родители жили ну это надо сохранять они с мамой заглупили это надо сохранять это надо сохранять а? это надо все сохранять ну да потому что разные ситуации в жизни бывают я вспомнила что еще приезжали бабушка с девушками они это все сохраняли я помню по итогам ну вот умерли и сразу все да да попродавали пялились что-то делали какие-то заборы строили какие-то сараи в порядок приводили двор хотелось чтобы там все было хорошо лавочки какие-то делали а потом одним маком Валя с мамой взяли и продали и что они поимели от этого они же ничего не поимели ни мама ни Валя разошлись все деньги и нет так мало того что не поимели ладно не поимели еще и пересрались перессорились да вражду я же Вале сказала когда зашел разговор а она да мне так хочется чтобы с сыном хороших отношениях были как мы с Лидой а я взяла и сказала я говорю и что хорошего у Валя было у вас никогда не было хороших отношений так понятно было была какая-то друг другу неприязнь зависть я говорю я не хочу таких отношений не хочу пусть они будут лучше никакие чем такие хотя Инка звонила вот недавно на днях я и с Тимуром разговаривала и все я я не держу совершенно ни на кого зла я все всем тоже простил как есть так и есть на сегодняшний день все никакие люди по другому это рассуждаются но я тоже всем все простила пусть они пусть они об этом думают знаешь как Филаред говорил в церкви я был на одной службе пришел во Владимирский собор я был очень удивлен смотрю Филаред служба ведет какой-то праздник был весенний он еще переодевался и он говорит что такое вообще слово грех вот как его можно объяснить просто так не объяснишь а говорит ну очень легко понять его когда вы что-то сделали не так не то и вас вот здесь некомфортно это уже грех говорит это уже грех вы знаете об этом что вы сделали что-то неправильно у меня такого чувства нет я все делаю правильно а у них оно есть да и оно никуда не денется и оно никуда не денется и они чувствуют мы можем об этом забыть вот забыли мы об этом они это пронесут через всю жизнь ты понимаешь вот я например свой грех знаю вот говорят что нужно прощать надо уметь прощать у меня это прощение не получилось надо уметь прощать я всех прощаю нельзя держать себе зло надо уметь я я умею прощать вот реально умею прощать я всех умею прощать я конечно помню там какие-то моменты ну смысл смысл это в себе держать вот вчера вот ты говоришь правильно что держит человека знает свой рех вот мне Вася сбрасывает фотографию где он был два года назад с этом у бабушки сбрасывал фотографию видео вернее во дворе они у бабушки с Андреем с каким-то домом и рвут черешню и так он наводит 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 и бабушка улыбается я видел это видео видел в огороде да в огороде да а он пишет мне кажется что это было совсем недавно сейчас бабушка придет я иду мам все не будем об этом говорить у каждого своя судьба у каждого свое видение на эту жизнь как ее прожить как что делать у тебя знаешь у тебя может быть один взгляд а у некоторых вообще он параллельно совершенно другой и я все простила простила да а в душе я знаю что я не простила ну это вот отцу я оправдание нахожу маме я не могу найти оправдание не могу вот я когда начинаю вспоминать об этом у меня сразу слезы наворачиваются и мне больно до такой степени что я никогда не забуду как после одного а не надо говорить об этом все не надо не хочу это не на публику не на публику это не на публику все все знают все я имею ввиду мы все знаем и так что ну и поговоришь ты об этом и что что изменится ничего не изменится блин мошкара вообще капец мама это ужас просто какой то и сколько она еще будет я не знаю капец а оля говорит вообще невозможно вчера вечером она была в магазине это вообще невозможно люди заходят она вот так залетает залетает все в магазине ладно пошел я давайте давай я днем тебя жду куда нет днем я никуда не приду уже днем уже я не приду днем не придешь здрасте карточку мне принесу карточку принесу чем какой то до свидания подписчики хорошего вам дня хорошего настроения здоровья любви и удачи и всего всего до свидания до свидания днем приду но днем приду беда 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 семиде поменяли счетчики, ладно все, давай